Всем привет! Вы на канале Роботоп! Несмотря на то, что вода занимает 70% поверхности нашей планеты, океаны так и остаются для человека загадкой. Исследовано не более 5% мирового океана. Остальная часть со всеми его загадками и обитателями находится за пределами знаний людей. Это 10 реально существующих монстров океана. Начинаем! Мешкород. Единственный известный род глубоководных рыб семейства мешкородых. Они достигают 2 метров в длину и обитают на глубине от 2 до 5 километров. Их особенностью является большой, сильный и гибкий рот с загнутыми внутрь пасти зубами. В черепе этих рыб отсутствуют некоторые кости, поэтому мешкороды легко распахивают пасть почти на 180 градусов. На большой глубине не всегда достаточно пищи, поэтому рыба, приспосабливаясь наедаться впрок, заглатывая пищи больше собственного веса и размера. Наевшийся под завязку мешкород может длительное время обходиться без еды. На теле рыбы имеются фотофоры – биолюминесцентные органы свечения, которые привлекают хищнику мелкую рыбу, составляющую основной рацион питания мешкорода. Сеть лампочек тянется от головы до хвоста и издает тусклый белый свет. Макриса, пожирающая язык. Одно из самых странных и пугающих существ океана. Это ракообразный паразит цепляется за язык своей жертвы, чаще всего пятнистого розового люциана, или другой подходящий по размеру морской рыбы, и не отпускает его, высасывая всю кровь из языка, пока этот орган не атрофируется. Когда же это происходит, макриса становится новым языком. Она прикрепляет свое тело к огрызку старого органа, питаясь остатками пищи, которую не успел проглотить люциан. Как это ни удивительно, но сам люциан не сильно страдает от этого процесса, продолжая жить и питаться даже после того, как макриса стала его частью. Заняв свободное место и запода до конца своей жизни, паразитирует на одной и той же рыбе. Достигнув зрелости, она умирает, а атрофированный язык жертвы так и не возвращает работоспособность. Это единственный известный случай, когда паразит функционально замещает с собой орган хозяина. Умелый рыболов или морской черт? Глубоководные лучеперые рыбы – семейство тауматихтовых, обитает в Тихом и Атлантическом океанах. Своё прозвище получил неспроста. У этой глубоководной рыбы имеется почти настоящая удочка, с помощью которой она охотится на других рыб и беспозвоночных. Это приспособление состоит из короткой удочки, базальной кости, лески, видоизмененного луча спинного плавника, крючка, больших кожных зубчиков и приманки, светящихся фатафор. Эта снасть действительно примечательная. У разных подвидов этих рыб строение удочки может варьироваться от короткой до середины тела, до длинной, гораздо больше тела. Обитают эти рыбы на больших глубинах, около 4 километров. За всё время в руки человеку попадали лишь самки, поэтому существует версия, что самцы выглядят несколько иначе, возможно, намного мельче. Рыба-капля. Эта рыбка чем-то напоминает человека с несчастным выражением лица, огорченного своим родством. Обитает она в основном у берегов Тасмании на глубине 800 метров и питается моллюсками и морскими ежами. У рыбы-капли нет воздушного пузыря, так как на глубине, на которой она обитает, он не выполняет свою функцию. Тело состоит из желеподобного вещества немного плотнее воды, что позволяет ей легко передвигаться по морскому дну. Рыбы-капли – отличные родители, они заботятся о своем потомстве на всех этапах его развития. Несмотря на то, что рыба-капля неседобна, она находится под угрозой вымирания, а вот жители Японии, Китая и других азиатских стран используют мясо этой рыбы для приготовления пищи, отмечая его высокие вкусовые качества, и относят данное блюдо к разряду деликатесов. Латимерия или Цалакант Это крупная глубоководная рыба, открытие которой в 1938 году – одно из самых важных зоологических находок XX века. Несмотря на свою непривлекательную внешность, она примечательна тем, что на протяжении 400 миллионов лет не меняла своего внешнего вида и строения тела. Фактически, это уникальная рыба – одно из старейших живых существ на планете Земля, оно даже старше динозавров. Латимерия обитает на глубине до 700 метров в водах Индийского океана. Длина рыбы может достигать 1,8 метра при весе более 100 килограммов, а тело имеет красивый синий оттенок. Мясо ее несъедобно, но рыба является желаемой добычей среди местных браконьеров. В настоящее время латимерия находится под угрозой исчезновения. Длиннорогий саблезуб Глубоководная рыба, обитающая в тропических и умеренных зонах на глубине от 200 до 5000 метров. Вырастает максимум до 40 сантиметров, однако этот хищник способен одолеть соперника на треть больше самого себя. Среди всех морских обитателей у саблезубов самые длинные относительно тела зубы, самые впечатляющие два клыка нижней челюсти, которые вырастают такими длинными, что у мозги рыбы по мере их роста развивается два кармашка, куда кончики этих зубов попадают, когда саблезуб закрывает рот. Несмотря на свой устрашающий вид, они довольно уязвимы. Их ловят и едят более крупные хищники, такие как тунец и некоторые окунеобразные рыбы. Поэтому саблезубы используют темные краски своей кожи для маскировки в малоосвещенных глубинах. Рыба лев или полосатая крылатка По некоторым сведениям, рыба лев появилась в Карибском море сравнительно недавно и стала настоящим бедствием для здешних обитателей. Незнакомые с таким видом рыб, многие пытаются попробовать их на вкус, а в результате сами становятся добычей. Эти рыбы имеют ядовитые шипы, поэтому единственный, кто может съесть рыбу льва, это другая рыба льв, так как они являются не только хищниками, но еще и каннибалами. Ядовитые железы у рыбы льва находятся в 18 иглах, которые расположены на спине, брюхе и возле хвоста. Каждая игла имеет глубокие каналы, где и находятся ядовитые железы. Исследователи морских глубин из австралийского проекта Serpent засняли у берегов Анголы, Южная Африка, совершенно фантастическое существо, похожее на спутанный клубок лапши. Существо обитало на глубине 1325 метров. В свете глубоководной камеры объект со множеством болтающихся нитей еще более был похож на спутанную китайскую лапшу. Внизу эти нити были тонкими и длинными, а верхние части объекта короткими и толстыми, и все они двигались сами по себе. В сети существо в шутку назвали реальным макаронным монстром, авторы видео не знали, что это за существо, но потом кто-то из них сделал предположение, что это может быть один из видов сифонофор. Это морские существа, имеющие сходство с медузами, но живущие в колониях. Миксина. Это рыба, которая имеет длинное, угреобразное тело с похожим на весло хвостом. Обитает на глубинах до 500 метров, и охотится она только на больших или мертвых рыб, например, после нереста или на тех, что угодили в сети, установленные человеком. Сам процесс нападения выглядит следующим образом. Миксина прогрызает своими острыми зубами стенку тела рыбы, после чего попадает в рыбу, потребляя сначала внутренние органы, а ускоре и мышечную массу. Если несчастная жертва еще не способна сопротивляться, то миксина проходит в жабры и заполняет их слизью. В итоге рыба погибает от удушья, оставляя охотнице возможность поедать ее тело. Имя Батизаурус звучит как динозавр, что в принципе недалеко от правды. Батизаурус относится к глубоководным ящероголовым, которые обитают в тропических и субтропических морях мира на глубине от 600 до 3500 метров. Его длина достигает 50-65 сантиметров. Он считается самым глубокоживущим суперхищником в мире. А все от того, что он пожирает любое существо, встречающееся у него на пути. Как только челюсти этой дьявольской рыбы захлопываются, игра закончена. Даже ее язык усеян острыми, как бритва клыками. Это страшное существо имеет одновременно и мужские, и женские органы. То есть является гермафродитом.